Сохранение занятости и поддержка бизнеса – одна из основных антикризисных задач правительства Чувашии. О мерах поддержки предпринимателей говорили на совещании в Доме правительства. Государствам уже предложено несколько пакетов мер для бизнеса. Они касаются снижения налогов, арендной платы, субсидий на зарплату, приостановки проверок и взысканий со стороны ФНС. Правительство республики уже приняло ряд нормативных актов. Только за прошлый месяц одобрили 39 заявок о реструктуризации договоров. Изменились и правила предоставления экспресс-микрозаймов предприятия. Во два раза вырос беззалоговый заим до 1 миллиона рублей. Увеличился и срок предоставления. Теперь он составляет 36 месяцев. По новым условиям микрозайм получили 10 субъектов на сумму 22 миллиона. За предоставлением отсрочки на сегодня обратилось порядка 27 обращений 23 организации. По большим случаям принимается решение и, соответственно, они получат данную отсрочку. Предоставление зарплатных кредитов МСП банков осуществляется. На сегодня подано 14 заявок, порядка 40 миллионов рублей. С середины марта управление Федеральной налоговой службы Почувашия не принимает решения о банкротстве. Сейчас в подобных процедурах или на пути к ним более 200 организаций. До конца мая приостановлены меры взыскания с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. И не принимаются решения о приостановлении операций по счетам в банках. Для приостановления мер взысканий не нужно подавать заявление в налоговый орган. Эта мера распространяется на всех налогоплательщиков, которые состоят на налоговом учете в республике. Отдельно обсудили ситуацию в сфере туризма. Всего в нашей республике работает более 200 агентств. Только за прошлый год в Чувашию приехало 250 тысяч туристов. И для сохранения потенциала отрасли необходимо поддержать предприятия, которые оказались в тяжелом финансовом положении. Сейчас ожидаются дополнительные меры со стороны правительства страны. Так называемый третий пакет по поддержке российской экономики. В Рио главы Чувашии заверил, эти меры незамедлительно будут реализовываться на территории республики. Очевидно, все эти меры у нас прежде всего направлены в связи с поручением и посылами президента, чтобы поддержать прежде всего простых граждан. И ввиду того, что эти простые граждане для вас являются сотрудниками, работниками, и через поддержку именно хозяйствующих субъектов, мы ожидаем соответствующие отношения к простым людям, с тем, чтобы они в эти сложные времена также прошли с минимальными потерями и ущербом. Юлия Важенина, Игорь Зверев, Республика.